Всем привет! Меня зовут Юля. Сегодняшнее видео будет о наращивании волос. Я расскажу вам, как это было у меня, какие плюсы, какие минусы, какое наращивание, какие виды наращивания у меня были. В целом я носила наращиванные волосы около 5 лет. Конечно, с паузами, но несущественными. Хотя советую делать паузы между наращиванием хотя бы 3-6 месяцев. Первый раз я нарастила себе волосы в Украине. Там мне наращивали на таких тресах, разные ширины. И вот так они шли вдоль головы. Здесь чуть меньше и еще меньше. На тот момент я была, конечно же, в восторге. Длинные волосы, какая красота. Но на самом деле, вот сейчас, если я вспоминаю, это, конечно же, был ужас. Во-первых, в основном все волосы были сзади. Я не знаю, как они так наращивали. Сюда почти, ну, то есть по бокам вперед почти ничего не падало. В основном все волосы шли как-то сзади. Это первое. Второе, это парикмахерша. Мне неровно их, после того, как она мне их прицепила, неровно как-то все подровняла. И было очень сильно заметно, что у меня наращенные волосы. И в-третьих, сам метод мне ужасно не понравился. Потому что, как только у вас хоть чуть-чуть отрастают волосы, эта треса сама, она идет какой-то волной. Если вы хотите собрать хвост или заплести косу, это просто нереально. Она у вас сразу выпирает с одной стороны или там с другой стороны. Второй метод, который мне наращивали, это было капсульное наращивание. То есть волосы делятся на пряди, берутся маленькие микроколечки, внутри которых силикон. Берется прядь искусственных волос, прядь твоих волос, допустим, небольшая прядь. И около кожи головы это колечко сжимается, и таким вот образом этот прядь держится. Этот способ, на мой взгляд, тоже не очень хороший, потому что эти колечки, если их сильно передавить, могут повредить волосы. Если же не так сильно, то со временем, когда вы расчесываете, там через две недели, через месяц, они начинают пряди выпадать. И у меня было пару таких неловких ситуаций, когда я сидела в ресторане, и у меня был хвост, и я хотела распустить волосы, допустим, и я снимаю резинку, и вместе с этим снимаю прядь волос. Вы представляете, как это выглядит? Ну а третий способ наращивания, это горячее наращивание. Там используется, по-моему, или кератин, или смола. Хотя многие его считают вредным, но мне лично он понравился больше, и с ним я проходила тоже дольше. Там метод примерно такой же, как и с капсулами. Берется прядь твоих волос, прядь искусственных, и просто вот здесь вот спаивается вместе. В общем, этот метод мне понравился больше всего, как я уже сказала. И абсолютно у меня ни разу ни одной пряди не выпало. Я наращивала себе длину 50-60 см, это примерно где-то до талии. В общем, какие плюсы? Плюсы это, конечно же, ты приходишь туда с коротенькими волосами, хиленькими, жить, и через пару часов выходишь с длинными, блестящими, красивыми волосами. Конечно же, сразу начинаешь себя по-другому чувствовать. Ты смотришь в зеркало, другой человек, сразу становишься как-то более уверенный в себе. Ну, естественно, когда мы делаем что-то красивое, например, мейкап, красимся, чувствуешь себя гораздо лучше, чем с просоней, правильно? Точно так же и с волосами, если у тебя там хиленький пучок сзади висит, это не очень привлекательно, нежели густые длинные волосы. Второй плюс, естественно, появляется сразу куча вариантов новых причесок. Хвосты, косички, распущенные, там, кудри, волны, все что угодно. Единственное, что нельзя сделать, там, два хвоста, две косички, потому что распределены эти пряди по всей голове. Если вы хотите сзади сделать пробор, то, естественно, их будет видно. Но все остальное можно делать, можно экспериментировать. Каждый день ты там выглядишь по-новому, это, конечно же, радует. Какие минусы? Минусы в том, что мытье и сушка головы у вас занимают гораздо больше времени, нежели с короткими волосами или, может быть, такими же длинными, но своими. Вот здесь получается возле головы как будто куча маленьких узелочков. И чтобы там просушить, а там нужно обязательно просушивать, чтобы они не отклеились, да, это занимает очень много времени. То есть быстро куда-то собраться, помыть голову и выбежать, такого у вас уже не получится. Еще минус, если вы едете на море, потому что мочить их в соленой воде не рекомендуется. Ну, в общем, все это красиво и весело до тех пор, пока они новые, пока вам это все нравится, там, прически, сушка. Но через какое-то время это начинает надоедать, утомлять. Плюс каждые примерно два месяца вы должны ходить на коррекцию. Так как ваши волосы отрастают, и нужно эти пряди подсаживать обратно вверх. Иначе же у вас между кожей головы и фиксатором могут образоваться колтуны, и их никак не расчесать. Плюс эти волосы довольно-таки тяжелые. Вот у меня их наращивали примерно 120 прядей на мою голову. У меня волос своих мало, и они тоненькие, поэтому больше туда бы просто не поместилось. У тех, у кого волосы густые, конечно же, можно поместить больше прядей. И, естественно, эти искусственные волосы, они довольно-таки тяжелые. И ваши волосы со временем устают выдерживать этот вес, и также они могут выпадать, но оставаться вот там, где зафиксировано. И из-за этого тоже могут образовываться колтуны. То есть, если вы не делаете каждые два месяца, ну, примерно каждые два месяца коррекцию, то вы, в конечном случае, просто не сможете их расчесать. И так было у меня, и так было у меня однажды. Я проносила их где-то 4 или 5 месяцев без коррекции. Волосы мои отросли примерно вот настолько. У меня абсолютно на тот момент не было времени сходить к моей девочке, которая меня наращивала. Но я понимала, что так я уже ходить не могу, потому что даже если просто их распускаю, сзади создается вот такое впечатление, как будто я себе набила шишку. Тогда у меня было это капсульное наращивание. Я думаю, окей, времени нету, ладно, сниму себе сама. Я начала снимать. Как я начала снимать? Я не знаю, чем я тогда думала. Я начала просто их тянуть. Ну, во-первых, у меня к тому времени уже многие сами повыпадали. И остатки я начала тянуть. Что смогла, я вытянула. Но оставалось, тем не менее, еще много. Их, как бы я ни тянула, с какой силы, они не снимались. У меня болела голова, у меня была красная вся кожа. Я просто реально издевалась над собой. У меня уже началась истерика. Я начала психовать, раздражаться. Я уже не знала просто, что делать. Плюс на затылке у меня образовались такие колтуны. Они спутались между собой. И получился один большой колтун. Просто я, во-первых, не знала, как снять их оттуда. Во-вторых, я не знала, даже если я сниму, как это вообще расчесывать. Просто какую-то жвачку приклеили. Что я сделала? Утром мне надо было вставать на работу. Естественно, так оставить все я не могла. Я взяла ножницы и обрезала. То, что я не могла распутать, я взяла просто и обрезала. В общем, я попортила себе волосы конкретно. Мне понадобилось долгое время, чтобы вот эти вот коротенькие тут волосики отросли. Ну, сверху, может быть, парочку прикрывала эту залысину. Но был ужас. Наверное, если бы можно было собрать хвост, он был примерно, ну, вот такой. Вот серьезно. Ну, примерно через полгода мне надоело ждать, пока мои волосы придут в норму, пока они отрастут. Я решила опять нарастить. Я нарастила уже горячим способом. И проходила так еще где-то года полтора. Но уже я делала вовремя коррекцию, потому что еще раз обрезать полголовы я не хотела. Ну, конечно же, после такого долгого времени мне уже просто вот тут сидели эти бесконечные мороки, их сушить, ходить на коррекцию, потому что это занимало не полчаса. Ты приходишь, тебе парикмахер их снимает, заново обрабатывает, заново крепит. Это уходило у меня, то есть, где-то пять часов на это. Меня это начало жутко бесить, раздражать, и я решила, что все, была не была. Я снимаю волосы и отращиваю свои. Сняла эти волосы себе окончательно этой зимой и постриглась на боб-каре. То есть, у меня, ну, вот до сюда вот были волосы. Итог. Прошло уже больше полугода. Мои волосы отросли вот примерно настолько. Состояние у них ужасное, они очень-очень пересушенные, ломкие и, конечно же, жиденькие. Больше о наращивании я даже не задумываюсь, хотя мне, конечно же, безумно нравится эффект. Очень-очень красиво смотрится. Я вставлю в конце видео, если найду фотографии, показать, как это выглядело. Но, тем не менее, еще раз на такие жертвы я не пойду. В общем, исходя из своего опыта, я никому не советую наращивать. Лучше ухаживайте за своими. Лучше лишний раз ходить к парикмахеру, постричь кончики, там, масочки разные на волосы, витаминки, может, какие-то попить. Но не портить их этим наращиванием, тем более горячим способом, который мне так понравился, я не советую. Если же вам все-таки трудно ждать, пока отрастут ваши, вы хотите немедленно длинные волосы, я понимаю это чувство, я сама вот если мне что-то в голову приспичила, то все. Тогда лучше, наверное, взять волосы на клипсах, которые утром пристегнул и вечером отстегнул. И волосы ваши ночью могут отдохнуть, и коррекцию делать не надо. В общем, это гораздо лучше. Ну а если же вам все-таки ваших волос не жаль, и вы решили нарастить, то обязательно соблюдайте пару правил. То есть обязательно где-то раз в 2 месяца ходить на коррекцию, обязательно периодически давать волосам отдохнуть. Допустим, вы проходили там уже 4-6 месяцев, потом хотя бы на 3-6 месяцев сделать паузу, и в этот период поувлажнять ваши волосы, полечить их немножечко, и только потом наращивать опять. Ни в коем случае не делать это беспрерывно на протяжении нескольких лет. Ну в общем, это была моя история о наращивании волос. Надеюсь, для тех, кто об этом давно мечтал, я хоть как-то помогла. Если вам понравилось мое видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь, комментируйте, и мы увидимся совсем скоро. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok